здравствуйте мои дорогие я снова рада видеть вас на своем канале если вы у нас впервые не забудьте подписаться нажать на колокольчик чтобы не пропускать новые ролики сегодня же мы с вами будем рисовать мой указательный палец и будем рисовать самого популярного мыши как мы знаем 2020 год это год мышки поэтому мыши у нас будут популярны в этом году постоянно ну а каких самых популярных мышей вы знаете напишите мне в комментариях давайте с вами посчитаем какие мыши в первую очередь приходят нам на ум конечно же если вы подписаны у меня в инстаграме вы знаете какую мышь мы будем рисовать сегодня вы это уже видели поэтому не подсказывайте вспоминайте других мышей которые вам придут на ум мы же тем временем делаем подмалевок на своем ноготочке то есть мы его покрываем цветом на самом деле самое красивое самое классическое сочетание цветов это красный черный и белый именно на этом контрасте мы сегодня с вами и будем играть у меня на ноготке остатки выкладного френча с предыдущих ногтей если вы не видели коррекцию как которую я производила на ногтях посмотрите ссылочку оставлю в описании к ролику и после того как мы хорошенечко просушили наш красный цвет переходим непосредственно к росписи в первую очередь делаем подмалевок для нашего мыши еще вы не знаете какого мыши мы будем рисовать а я вам не скажу вы узнаете его самостоятельно как только узнали пишите в комментариях мы же тем временем тонкими линиями черной краской набрасываем контуры почему контуры потому что у нас я же говорила будет черный белый цвет поэтому делать полностью черный подмалевок и закрашивать потом какие-то части белым белый будет в разводах и делать наоборот будет тоже довольно таки сложно поэтому в данном случае лучше сделать контуры а потом согласно выделенных частей уже разукрашивать запчасти нашего мышонка итак переходим к разукрашиванию в начале зарисовываем все что будет белым итак итак проходим к размерам итак а итак переходим к размерам и москва и так далее это итак 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 Ну, теперь вы точно знаете, кто же это будет, поэтому закрашиваем уши и голову Микки Мауса. Единственное, что вот в этом месте я сделала небольшую ошибку. Я шею Микки Мауса повернула не совсем под тем углом, под которым было нужно. И у меня голова получилась такая слегка набок заваленная, поэтому потом я это место закрывала в стразике. Продолжение следует... После того, как мы полностью разукрасили, переходим к прорисовке черт лица. Вот здесь вот всегда возникают проблемы, потому что нарисовать правильные пропорциональные черты лица действительно сложно. Поэтому этот момент я вытирала два раза, пока у меня получились глаза нужного мне размера. И ничего страшного в этом нет. Ничего страшного нет в том, что у вас не получается что-то с первого раза. Всегда можно вытереть и перерисовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее поправляем контуры всего происходящего, подчищаем какие-то моменты. На самом деле, как бы просто не казалось нарисовать Микки Мауза, это оказалось довольно-таки сложно. Потому что немножечко изменяются пропорции и уже становится совершенно другой персонаж. После того, как нам все нравится, перекрываем финишным покрытием и уже поверх финиша добавляем белых бликов. Продолжение следует... Ну и как я говорила, мне показалось, что шею я нарисовала такую слегка поломанную, поэтому это место прячу в стразике. Стразики уже благополучно съедены, я очень люблю кушать стразы со своих рук, поэтому Микки Мауз у меня таки с поломанной шеей. Итак, вот такой вот мышонок у меня вышел. Очень симпатичный, очень веселый, очень довольный. Я думаю, он будет хранить меня весь будущий год. Ну а в итоге моя рука выглядит следующим образом и меня никоим образом не раздражает то, что каждый палец на руке у меня разный. Мне это нравится, мне это доставляет удовольствие. И теперь весь месяц я вас буду бесить разными пальцами на своей руке. Поэтому, надеюсь, вам хватит терпения это выдержать. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока. Пока.